Как дети с расстройствами аутистического спектра проходят лечение, помощнику полномочного представителя президента России в ПФО Владимиру Колчину показали в реабилитационном центре для детей. В Чебоксарах в центре на проспекте Мира проходит реабилитацию дети с различными ограничениями здоровья со всей республики. В том числе на учете состоят 125 детей с расстройствами аутистического спектра. Наш реабилитационный центр, подключаясь к реабилитации таких особенных деток на этапе раннего возраста добиваются хороших результатов. Более 80% детей, которые у нас получают здесь услуги педагогов, врачей, помощь врачей, помощь логопедов, психологов, достаточно эффективно. Более 80% детей имеют положительную динамику. Чем раньше выявляются расстройства аутистического спектра у детей, тем лучше проходит их социализация. В дальнейшем они могут учиться в обычных школах. Чуваша одной из первых подключилась к общественному проекту ПФО «Ментальное здоровье». Раннюю диагностику в регионе прошли 86% детей из целевой группы. Это лучший показатель в округе. Есть хорошие практики в регионе о том, что очень хорошо работают первичные звено, это поликлиники, где ранняя диагностика происходит детей, происходит ранее выявление. И, собственно говоря, потом эти дети как раз попадают в этот центр, где мы сейчас находимся и уже назначаются маршрутами, разными маршрутами коррекционно-развоящие занятия. Есть очень хорошие практики для того, чтобы их перенести в другие регионы, из республики Чувашево. В пятой школе там достаточно очень хорошая инклюзия организована. Это очень здорово, потому что инклюзионные вот такие классы, ресурсные классы, автономные классы, это вообще достаточно нераспотроненные пока организации процесса образования. Поэтому там есть колл-центр, куда могут звонить родители для того, чтобы получить первичную помощь в виде информации, по крайней мере, для того, чтобы какие-то действия предпринимать. Горячая линия, по сути дела. Это значит, тема востребована и нужна. Вот это я видел впервые, если честно, работа колл-центра, работа с родителями. В планах окружного проекта «Ментальное здоровье» увеличение количества педагогов, специализирующихся на работе с детьми-аутистами. Внедрение новых коррекционно развивающих занятий в детских садах и школах. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.